МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29 сентября 1993 года. Каспийск. На 11-ю базу экранопланов ВМФ из Москвы поступило неожиданное указание организовать показ секретной боевой техники американцам. Демонстрационные полеты выполнил первый в мире десантный экраноплан Орленок. Заокеанские гости были потрясены увиденным и даже перестали скрывать настоящую цель своего визита. Они, увидев, что это, машина может, конечно, были восхищены. Вышли на берег. Ну, очень четко по команде. Каждый знал свой кусок, что он должен фотографировать, как должен. Но они четко уже разбежались. По попытке их было попасть внутрь, но не удалось. Тогда за показ экраноплана Орленок американцы заплатили в Москве 200 тысяч долларов. По мнению экспертов, это позволило им на 6 лет сократить срок разработки собственного экраноплана и сэкономить более миллиарда долларов. Интересно, что 5 апреля 2000 года летчики 11-й базы в экстренных выпусках теленовостей узнали одного из визитеров. Офицер американской разведки Эдмон Фоуп был арестован сотрудниками ФСБ за чрезмерное внимание к сверхскоростной торпеде «Шквал» и перспективному вооружению самой бесшумной в мире подводной лодки проекта 877 «Варшавянка». Мы провели модернизацию этого корабля и все разведки мира узнали об этом только тогда, когда мы стали рекламировать проект 636 для его поставки на экспорт. И мы таким образом почти на 10 лет опередили наших конкурентов. Сегодня дизельные подводные лодки «Варшавянка» составляют основу неатомного подводного флота России. В 50-е годы ученые открыли уникальную особенность распространения звука в разных слоях океанской воды. Дальность его перемещения в некоторых из них может достигать нескольких тысяч километров. Это явление получило наименование «Подводный звуковой канал». «Варшавянка» — первая российская дизель-электрическая подлодка, сделавшая этот акустический волновод своим оружием. За способность неожиданно появляться и наносить сокрушительные удары с глубины специалисты НАТО прозвали ее «черной дырой». Сегодня в нашем фильме мы впервые расскажем о секретах создания одной из самых таинственных отечественных подлодок и некоторых боевых операциях с ее участием. Черная дыра в океане. 28 августа 1943 года в Карском море произошла историческая подводная схватка. Акустик лодки С-101 Северного флота Михаил Филиппов на перископной глубине обнаружил шумы неизвестной субмарины. «Слышу шумы подводной лодки под моторами. Но потом сразу дизеля заработали, чувствую, что лодка всплывает. Догнали ее. Командир, значит, вышел в атаку. И выпустили три торпеды на разной глубине. Через некоторое время услышали сильный взрыв». По всплывшим обломкам стало ясно, что экипаж североморцев уничтожил немецкую подводную лодку Ю-639. В дуэли двух субмарин впервые во Второй мировой войне решающую роль сыграла гидроакустика. Анализируя итоги войны, Сталин высоко оценил действия немецких подводников. На их долю пришлось 70% потопленных кораблей и судов союзников. Опыт волчьих ста адмирала Денниса мог пригодиться. Зная о притязаниях США на мировое господство, генералиссимус предвидел возможность будущих столкновений с государствами бывшей антигитлеровской коалиции. Так родилась первая программа массового строительства примерно 300 недорогих подводных лодок. Им предстояло выходить в океан и противостоять мощнейшему флоту Америки и Англии с союзниками, который насчитывал более полутора тысяч единиц надводных кораблей. 19 сентября 1945 года. США. Объединенный комитет начальников штабов разработал первый план атомного удара по СССР, потерявшему в войне треть национального богатства и десятки миллионов рабочих рук. В тяжелом положении находился и советский ФМФ, имевший в боевом составе в основном изношенные подлодки довоенных проектов. И началась холодная война. Ну, вначале она была холодная, а потом в ряде место уже стало горячей части. В кореи. А потом, в ряд других мест. Летом 1950 года интересы США, их союзников по НАТО и Советского Союза столкнулись на Корейском полуострове. В войне между Южной и Северной Кореей, взявшей курс на строительство социализма, СССР поддерживал последнюю оружием и военными специалистами. 27 июня президент США Гарри Трумэн отдал приказ о начале боевых действий против северокорейских войск. Постепенно в ходе войны США и их союзники сосредоточили в Японском море армаду из 18 авианосцев. Советский Тихоокеанский флот стал принимать меры, чтобы не допустить перенос боевых действий в территориальные воды СССР. В район, прикрывавший базу Советская гавань, вышла подводная лодка С-117 «Щука». Однако в разгар войны в Корее ей было уже 18 лет. По дальности действия, гидроакустики и шумности винтов она в три раза проигрывала американским субмаринам. Лодки военно-морских сил США могли эффективно следить за советскими «Щуками» на дальности 2 километра. Эта ситуация напоминала игру в одни ворота. Совершенно секретно. 17 декабря 1952 года. Москва. Председателю Совета Министров СССР Иосифу Сталину. 15 декабря в северной части Японского моря не вышла на связь и предпринятыми мерами не обнаружена подводная лодка С-117 «Командир капитан 2-го ранга Красников». В составе экипажа 52 человека, в том числе 12 офицеров. Поиски продолжаются. Военно-морской министр СССР, вице-адмирал Николай Кузнецов. Несмотря на принятые меры, загадка гибели С-117 до сего дня остается нераскрытой. По одной из версий, советскую лодку торпедировала американская субмарина. Действия американского флота во время Корейской войны и исчезновения советской подводной лодки С-117 заставили руководство ВМФ и судостроителей ускорить создание более мощных дизельных лодок. Кроме современного вооружения, особое внимание уделялось средствам гидроакустики. И этими подводными лодками явились подводные лодки 613-го проекта, 611-го. Это были уже лодки, которые на основании опыта войны были самыми современными подводными лодками в нашем флоте. 21 января 1954 года. США. В присутствии президента Эйзенхауэра была спущена на воду первая в мире атомная субмарина «Наутилус». Советский Союз ответил увеличением производства более дешёвых дизельных подводок 613-го проекта до 65 единиц в год. Первым их конструктором был Владимир Перегудов, параллельно работавший над созданием атомохода. Именно дизель электрическим подводным лодкам предстояло стать первыми носителями советских ядерных торпед и баллистических ракет. Вот эти лодки длительное время являлись становым хребтом военно-морского флота нашего. То есть они решали задачи защиты наших приморских вод, рубежей. Поставив на вооружение подводных лодок ядерные торпеды, командование флотом и конструкторы посчитали это достаточным для гарантированного уничтожения любых надводных целей противника. При этом проблема повышенной шумности субмарин на первый план еще не вышла. Важной особенностью первого поколения советских дизельных подводных лодок было устройство для скрытной работы дизеля под водой – РДП. Оно впервые позволило использовать двигатели, не всплывая на поверхность. Выдвижные воздуховоды обеспечивали бесперебойную подачу воздуха к двигателям на перископной глубине даже в жестокий шторм. Интересно, что эту систему еще в начале 20 века изобрел русский подводник Николай Гудим. В Первую мировую он геройски погиб. Но его изобретение, опередившее время, было востребовано после появления первых противолодочных самолетов со средствами радиолокации. Они с легкостью находили и атаковали субмарины, всплывавшие для подзарядки аккумуляторов. Во время войны немцы внедрили свой вариант РДП под названием «Шнорхель». 19 мая 1960 года судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре спустил на воду свою первую атомную подводную лодку К-45. Среди создателей этого корабля заметно выделялся недавний выпускник Ленинградского кораблестроительного института Юрий Кормилицын. Дипломный проект у меня был атомная ракетная подводная лодка. Я был переведен в группу главного конструктора Климова и участвовал в проектировании первой атомной ракетной подводной лодки с крылатыми ракетами проекта 659. Потом спроектировали мы развитие этого корабля, проект 675. Успехами сына по праву гордился его отец, известный корабел Николай Кормилицын. С 1932 года он трудился на дальзаводе, где строил подводные лодки. Мы жили в доме в Владивостоке, который выходил на бухту Золотой Рог и прямо перед нами проводили первые испытания подводной лодки. Но у меня не было вопросов, куда идти. Я сразу попросился в подводники и был направлен в ЦКБ-18, нынешний Рубин. Осенью 1960 года в США начались летные испытания морской баллистической ракеты «Поларис А-3» с разделяющейся боеголовкой. Такие ракеты могли поражать объекты на дальности более 2000 километров. Лодки, вооруженные этой системой, в Америке сразу окрестили убийцами городов. В случае войны их уничтожение становилось главной задачей советских субмарин. Строительство дизельных и атомных подводных лодок в СССР продолжалось. Но создание первых атомоходов было делом новым, и поэтому нередко происходили аварии. На одном из кораблей, что с 75-го проекта при разогреве реактора до свыше 40% вдруг раздавался какой-то глухой штук. Мы просидели в этой выгородке больше недели, но с перерывами какими-то на отдых, и слушали щупами, что же там происходит. Потом конструкцию реактора все переделали. Бесследно для здоровья Юрия Кормилицина это не прошло. Он получил дозу облучения, которая ухудшила состав крови. Что такое, когда, так сказать, кровь испорчена, то нет аппетита, нет соответствующих функций организма. Медики многие знают методов, но теща еще лучше. Она меня как-то привезла живосил с юга, с Украины, которая сказала растворить водочки и пить рюмочку утром и вечером. Я должен сказать, через две недели я забыл про все. Несмотря на блестящие служебные перспективы, Юрию Кормилицину по состоянию здоровья пришлось расстаться с мечтой юности и заняться проектами неатомных лодок. В начале 60-х в США прекратили создание дизельных субмарин. Там сделали ставку на атомоходы. В Советском Союзе строительство неатомных подводных лодок продолжилось. Обладая тем же вооружением, что и первые атомные корабли, которых еще было недостаточно, они являлись незаменимыми для действий против авианосных соединений НАТО. Летом 63-го восточнее Японских островов проходили учения Тихоокеанского флота США. С целью получения разведывательной информации об авианосце Тикандерога и кораблях охранения, туда прибыла советская дизельная подводная лодка С-141. Но остаться незамеченной ей не удалось. Меня застукали. Начали гонять по всему диапазону глубин. Гоняли меня 7,5 часов. Потом они бомбили. Наверх треснул легкий корпус. Наверх ушло большое количество дизельного топлива. И они посчитали, что подводная лодка уничтожена. И не церемонились. И донесли ее к своему командованию, что в районе учений преследовалась неустановленная подводная лодка. Поврежденная советская лодка едва смогла дотянуть до Владивостока. Накануне дня военно-морского флота ее осмотрел лично главком Сергей Горшков. Прошел вдоль пирса, посмотрел на мою подводную лодку. Подводная лодка была вся ржавая, обросшая тиной и ракушками. Кормальная настройка была спорта. Правый ходовой огонь был выбит. И лодка стояла с креном. Она упорно не хотела стоять на ровном келе. Он прошел, пожевал губами, посмотрел на меня и уехал. В том, что субмарина была атакована кораблями военно-морских сил США, главный штаб обвинил экипаж лодки. Оценка за боевую службу ему была снижена. Но случаи обнаружения советских дизельных подлодок американцами учащались и на Севере, и на Балтике, и в Средиземном море. Командование ВМФ пришло к выводу, что главной причиной этого была их высокая шумность. Проблема обострилась до крайности. Совершенно секретно. 13 августа 1965 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. США скрытно развернули в Атлантике и Тихом океане систему гидроакустического наблюдения СОСУС. Она включает сеть подводных гидрофонов, установленных на удалении до тысячи километров от побережья, и наземные станции обработки звуковых сигналов. Оборудование позволяет обнаруживать наши лодки и наводить на них американские противолодочные силы. Меры по противодействию разрабатываются. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Родион Малиновский. Обобщив информацию, главком военно-морским флотом СССР Сергей Горшков потребовал от оборонной промышленности ускорить разработку мощной гидроакустики, современного вооружения для подводных лодок и уменьшить их шумность. И мы правдами и неправдами создали проект второго поколения 641 Буки. Вот СОМ, СОМ, Танго. Гидроакустика, вся электроника, навигация, боевая информационная система, все были новые. Перспективный гидроакустический комплекс повысил дальность обнаружения подводных целей более чем в три раза, с полутора до пяти километров. Второе поколение неатомных субмарин началось с лодки проекта 641 Буки. Но уровень шумов от работы корабельных механизмов оставался по-прежнему высоким. Это позволяло кораблям НАТО первыми обнаруживать советские подлодки. Не могли чувствовать себя в безопасности и стратегические ракетные крейсеры, предназначенные для ответных ударов по территории США. Чтобы обеспечить их надежную охрану, военно-морской флот СССР заказал КБ «Рубин» новую субмарину. Еще в начале 50-х годов для достижения максимальной скорости под водой американцы построили специальную дизельную подлодку. Ее корпус напоминал тело кита, а боевая рука походила на спинной плавник гигантской рыбы. Субмарину нарекли «альбакор» или «белокрылый тунец». С тех пор кораблестроители всего мира стали называть лодки с обтекаемой формой «альбакоровским». Удивительно, что не американский «Наутилус», а советский ленинский комсомол стал первым атомоходом с подобным корпусом. Это решение, дающее неоспоримые преимущества в подводном положении, Юрий Кормилицин давно мечтал реализовать и на перспективной неатомной лодке. В 1975 году главным конструктором новой дизельной лодки проекта 877 был утвержден Юрий Кормилицин. При ее проектировании он использовал ту же «альбакоровскую форму». Эту необычную субмарину планировалось поставлять и в государство Варшавского договора. Не случайно лодку назвали «Варшавянкой». Ее проектные характеристики по достоинству оценили иностранные специалисты. Когда мы встретились с известным конструктором немецких подводных лодок профессором Габблером, мы тогда имели возможность в очень узком кругу показать свою «Варшавянку», а он нам показал свою 209. Сегодня можно сказать о том, что он нам прямо сказал. Я завидую вам. Я жду того момента, когда наши конструкторы смогут делать подводные лодки таких размеров, как вы. В 1977 году Юрию Кормилицину внезапно пришлось заменить ушедшего из жизни конструктора Николая Климова. Как его ученик, он параллельно с созданием «Варшавянки» возглавил и разработку глубоководной атомной подводной лодки 685-го проекта «Плавник». В отличие от американских субмарин, способных погружаться только на 500 метров, она ныряла на рекордную глубину – больше тысячи метров. Ее титановый корпус легко выдерживал давление больших океанских слоев, не пропускавших никаких звуковых сигналов. Я сам был на погружении глубоководном, 1027 метров. Лодка, как известно, 6 лет под командованием Юрия Саныча Зеленского прекрасно отплавала. Получила на борт ограждения рубки знак «Лучшая лодка флотилии». Новая лодка «Плавник» в честь 70-летия в ЛКСМ получила название «Комсомолец». Она прослужила на советском флоте 7 лет, пока в результате пожара трагически не погибла в Норвежском море. Эта катастрофа потрясла Юрия Кормилицына. Там было настолько все надежно, что когда случилась авария, и когда лодка погибла, в это трудно было поверить. И я должен сказать, что по сей день никто не знает, каким образом и почему возникнет пожар в 7-м отсеке. Совмещение работ над атомоходом «Плавник» и дизельной лодкой «Варшавянка» привело Юрия Кормилицына к выводу, что скрытность и неуязвимость субмарины можно обеспечить не только погружением на сверхглубины. 20 декабря 1976 года советское правительство утвердило технический проект «Варшавянки». Лодка состояла из шести отсеков. На ней повысилась степень автоматизации, что позволило сократить экипаж. Новшеством стали отдельные каюты для моряков. Все средства управления кораблем разместили в центральном посту и изолировали от других помещений. Впервые в истории флота дизельная субмарина получила прорезиненное покрытие корпуса и отсеков. Новейшие гидроакустику, связь, корабельные системы и оружие, разработанные для атомных проектов. Мое заведование входит в главный грибной электродвигатель. То есть я отдаю хода подводной лодке. Двигатель наш работает бесшумно, можно так сказать. Какие-то шумы, конечно, есть, но не прослушают даже наши акустики вот эти шумы. Основным вооружением лодки проекта 877 «Варшавянка» стали шесть носовых торпедных аппаратов. Два из них предназначены для стрельбы торпедами, телеуправляемыми по проводам на дальность до 15 километров. На лодке предусмотрено применение и уникальных крылатых противокорабельных ракет. После выхода из воды и набора высоты с дозвуковой скоростью, они снижаются до 10 метров и на сверхзвуке атакуют надводные корабли. Дальность их поражения составляет до 300 километров. Варшавянки могут стрелять по субмаринам противника и новейшими баллистическими противолодочными ракетами-торпедами. От таких снарядов, летящих в 2,5 раза быстрее скорости звука, спасения нет. Подводная лодка 877 проекта по своим боевым возможностям является одной из лучших в своем классе даже на мировом уровне. То есть ее боевые возможности позволяют решить задачи как по уничтожению надводных кораблей, так и подводных лодок, так и по ведению разведки и решению специальных задач. Для противовоздушной обороны корабля в надводном положении экипаж Варшавянки имеет переносные зенитные ракетные комплексы. Известно, что скорость распространения звука под водой в 5 раз выше, чем в воздухе. Тем не менее, первые подводные лодки для обнаружения и охоты за противником использовали перископы. Только во время войны для обнаружения целей подводники научились использовать и звуковые волны. Но в 60-е годы развитие гидроакустики лишило субмарины скрытности под водой. В то время на Западе за высокую шумность наши подлодки даже имели прозвище «ревущие коровы». Сделать их беззвучными на глубине казалось практически невозможно. Но конструкторы более ста смежных предприятий и научных организаций эту задачу с блеском решили на Варшавянке. Она имеет бесследную систему газоотвода от дизелей и одновальную движительную установку. Все механизмы смонтированы на амортизаторах и звукоизолирующих фундаментах. Сегодня Варшавянка одна из самых бесшумных подлодок в мире. В 1978 году американцы добились первых после поражения во Вьетнамской войне политических успехов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США удалось заключить договор о сотрудничестве с Китаем и продлить аренду ядерных баз в Японии. Природа империализма не изменилась. Реакционные круги НАТО рассматривают флот как одно из важнейших средств достижения своих агрессивных целей. СССР предпринял ответные меры. Строительство новых дизельных лодок Варшавянка было срочно размещено на Дальнем Востоке, родине их главного конструктора. В 1980 году мы сдали головной корабль по низкому акустическому полю. Мы много раз его снизили по гидроакустической станции МГК-400, прекрасной станции, и по мощному скорострельному оружию. В Комсомольске-на-Амуре Варшавянки строились одновременно с тремя подводными атомоходами. Характерно, что стоимость дизельных лодок оказалась почти в 9 раз меньше. Многократно проще оказалась и эксплуатация субмарин. В 1980 году Варшавянку приняли на вооружение советского ВМФ. Со временем эти лодки вошли в боевой состав всех лотов и надежно прикрыли главные военно-морские базы СССР. По одной Варшавянке получили ВМС Румынии и Польши. С момента первого появления Варшавянок в море за ними пристально следили разведывательные корабли ВМС США. Это заставило советское командование усилить охрану их баз. Сейчас вы видите уникальные кадры противолодочных учений на Камчатке. Стрельбу специальными глубоководными снарядами выполняет реактивная установка ГРАД. В феврале 1984 года умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Его преемником на посту главы государства стал 72-летний Константин Черненко. Траурный митинг открыл генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко. Дорогие товарищи, в сердцах советских людей глубокой скорбью отозвалась кончина Юрия Владимировича Андропова. Ушел из жизни славный сын коммунистической партии. 20 мая 1984 года подводная лодка Варшавянка Тихоокеанского флота впервые была направлена в дальний океанский поход. Ей предстояло пройти из приполярных широт Камчатки, минуя Вьетнам в Индийский океан, к экватору и обратно. Целью похода было выявление тактических свойств и возможных конструктивных недостатков в Варшавянке. От Сокотра мы ушли на боевую службу в Воровийское море. Задача там была поставлена для этой лодки слежение за авианосной группой американской. Как раз тогда смена производилась двух авианосных групп. Эту задачу, как мы считаем, успешно выполнили. За 10 месяцев боевого похода Варшавянки американцам так и не удалось ее обнаружить. С тех пор за этой лодкой в НАТО прочно закрепилось неофициальное название «Черная дыра». Особенностью скрытных действий Варшавянки является ее способность использовать подводный звуковой канал. Он представляет собой слой глубин, на которых акустические колебания распространяются на огромные расстояния. Звук от корабля противника проходит по каналу, многократно отражаясь от его границ. На графическом изображении вы можете видеть, как Варшавянка с помощью бортовой аппаратуры находит подводный звуковой канал, занимает его, обнаруживает цель и атакует ее. Преимущество, опять же, подводной лодки перед надводными кораблями заключается в том, что мы можем подстраиваться под подводный звуковой канал, благодаря чему дальность обнаружения возрастает в полтора-два раза. То есть превышает дальность обнаружения надводных кораблей. Возможности нашей аппаратуры очень велики. Даже находясь в центральной части Черного моря, мы можем прослушивать надводные корабли вплоть до берегов Турецкого побережья, даже малые цели. В дальних походах конструкторы Рубины и экипажи Варшавянок проверяли работу бортовой аппаратуры и учились эксплуатировать вооружение. К счастью, применить его в реальном бою им не довелось. В курсе подготовки экипажей подводных лодок есть упражнение, которое венчает готовность моряков к самостоятельным действиям в океане. Это противолодочная торпедная стрельба номер три, дуэльная ситуация. Выполняют ее две различные лодки из различных соединений в сложных тактических условиях. Так что договорные матчи в таких состязаниях заведомо исключены. С середины 80-х годов среди подводников Тихоокеанского флота королевой дуэльных ситуаций неизбежно становилась Варшавянка. Маскируясь естественным шумом моря, лодка находит цель на дистанции в три раза больше той, на которой может быть обнаружена сама. Во второй половине 80-х годов руководство военно-морского флота, учитывая высокие боевые качества дизельных Варшавянок, возложила на них задачу по охране районов боевого патрулирования атомных ракетоносцев. Следуя в подводном положении, вблизи стратегического атомохода, она обнаруживает следящие субмарины противника и уничтожает их торпедами. Это позволяет атомному крейсеру под прикрытием Варшавянки производить ракетный залп по заданным целям. В 91-м году принесение боевой службы в Охотском море Именно такую задачу получила дизельная подводная лодка «Буки-394». Произошел интересный случай. При проверке отсутствия слежения за нашим подводной лодкой, где-то мы проверяли порядка двух суток, обстановка была сложная, я практически двое суток не спал, находился все время в центральном посту. Неожиданно при всплытии на сеанс связи из штаба поступила радиограмма. Лодки следовать в другой район надводном положении. Командир был потрясен. Он понимал, что через полчаса Варшавянка будет обнаружена американским разведывательным спутником, который наведет на него противолодочный самолет «Ореон». Так и случилось. Срочным погружением советская лодка оторвалась от преследования. Лишь вернувшись из похода, командир узнал истинный замысел командования. Когда я пришел в базу, после этого случая, я офицером оперативного управления флота задал этот вопрос. Это было, так сказать, непонятное приказание. Мне сказали, что это было сделано специально, потому что предполагали, что могут возникнуть проблемы при развертывании РПК СН, при развертывании ракетной подводной лодки стратегического назначения, поэтому для того, чтобы отвлечь противолодочные силы от ракетной лодки, решили меня подставить. На вопрос, а если это было во время войны, что бы со мной случилось, ну, не сказали. Был бы представлен звание героя посмертно. Помимо охраны ракетных крейсеров стратегического назначения, в Варшавянке стали выполнять и другие задачи. Это уничтожение надводных кораблей, высадка разведывательных диверсионных групп, и так далее, минные постановки, и так далее. Но основное, это обеспечить безопасность, боевую устойчивость ядерного подводного щита России. В августе 1996 года на Камчатке произошел ряд сильных землетрясений. Из-за тектонических сдвигов узкий канал, соединяющий одно из мест базирования лодок Бухту-Бичевинская с открытым морем, оказался частично засыпан. В западне оказались две новейшие варшавянки. Потеря этих уникальных кораблей могла ослабить российскую группировку войск на северо-востоке. Совершенно секретно. 23 августа 1996 года. Владивосток. Командующему Тихоокеанским флотом вице-адмиралу Владимиру Кураедову. Операцию по выводу подводных лодок из Бухты-Бичевинская спланировать с соблюдением мер безопасности. Средствами для финансирования дноуглубительных работ главный штаб ВМФ не располагает. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Феликс Громов. Поезд путей вывода варшавянок из каменного плена главный штаб ВМФ возложил на командование бригады. Беспрецедентно рискованное решение, которое приняли подводники, удивило даже конструкторов лодки. В начале сентября 96-го для вывода варшавянок из-за подни полузасыпанной бухты Бичевинская командование бригады решило использовать максимальный прилив и способность лодок изменять свою плавучесть. Каждый субмарин величиной с двухподъездный шестиэтажный дом как поплавок должна была приподняться в самом опасном месте и преодолеть преграду. На полном ходу заскакивали на косу, причем прямо на брюхе, так сказать, проползали по косе. Штурман докладывает, глубина под килем 2 метра, глубина под килем метр, глубина под килем 20 сантиметров, глубина под килем ноль. Одновременно продували среднюю, для того, чтобы, так сказать, лодка чуть-чуть подпрыгнула. И так вот проходили узкое место. Благодаря мастерству командиров и выучке экипажей, корабли были выведены из западни. Назначенный к тому времени главнокомандующим ВМФ Владимир Кураедов, поблагодарил отличившегося комбрига Сергея Шиянова и дал указание направить его военным советникам в Алжир. Варшавянок всего в нашем флоте было 24, ну и 26 было передано военно-масские силы разных государств. Это и Индия, это и Китай, это и Иран, ну и многие другие страны. Во многих странах в Варшавянке служат до сих пор. Лодки, поставленные на экспорт в шесть стран мира, зарекомендовали себя исключительно надежно. В июне 2001 года в Средиземном море состоялись необычные учения ВМС Алжира и США. В заданном квадрате новейшая американская атомная субмарина типа Лос-Анджелес, во взаимодействии с крейсером Тикендерога и противолодочным самолетом «Орион» проводили поиск варшавянки Алжирского флота. Выход в море совпал с днем рождения российского военного советника Сергея Шиянова. Я передавал свой опыт по боевому применению, проводил тренировки корабельных боевых расчетов по выходу в торпедную. Они у меня делают подарок. И поставили кассету Аллы Пугачевой. И вот я так, простяк, думаю, где они вообще-то это все дело взяли. Вот Средиземное море, арабский экипаж, глубина там 100 метров, и поэтала Пугачева. В ходе учений американцы уверенно демонстрировали иностранным наблюдателям преследование алжирской субмарины. Конфуз случился после окончания маневров. Американцы якобы считали, что они обнаружили подводную лодку алжирских ВМС вот в одном месте. На самом деле она к великому их стыду, потому что там находились представители Алжира. Она спала совершенно в другом месте. Эти учения в очередной раз подтвердили, что Варшавянку не зря прозвали в НАТО черной дырой. 11 марта 2006 года главный конструктор Юрий Кормилицин отметил полвека своей работы в КБ Рубин. Продолжателями семейной династии Корабелов стали его дети. Кораблостроительный институт закончили дочь Александра и сын Николая. А внук Андрей стал военно-морским кадетом. Должен сказать, теперь уже после 50 лет конкретной работы по этой теме, я счастлив, что состоялся как конструктор. Декабрь 2005 года. В США завершились ходовые испытания первой из модернизированных атомных субмарин «Агайя». Она способна нести 154 крылатых ракеты «Тамагав» с дальностью стрельбы более 2000 километров. Для проведения спецоперации комплекс оружия дополнен беспилотными летательными аппаратами-разведчиками. В каютах разместятся 66 подводных диверсантов и 35 офицеров управления антитеррористической борьбой. Интересно, что впервые после 50-летнего перерыва ВМС США заинтересовались и не атомными подводными лодками. Пентагон обратился к Швеции с вопросом об аренде дизельной субмарины «Готланд». Результаты ее изучения планируются использовать и для возможного развития этого класса кораблей на основе новых технологий. Сегодня американцы и мы наиболее сильные, безусловно, в области подводного кораблестроения. Но у нас еще опыт есть по дизеллектрическому, а у американцев нет. В октябре 2004 года была спущена на воду для ВМФ России подводная лодка уже четвертого поколения. По боевой эффективности она почти в три раза превосходит нынешние варшавянки. Главный конструктор этой новейшей и пока совершенно секретной субмарины, названной «Лада» Юрий Кормилицын. Она имеет на борту 18 крылатых ракет, которые для нашего флота имеют очень большое значение, поскольку он улетает на дальность не на сотни километров, а на тысячи километров. Оптимальное сочетание акустической скрытности, дальности обнаружения целей, автоматизации управления и мощности оружия — залог востребованности этих кораблей на долгие годы вперед. Ходец боевых искусств японских самураев гласит «Сперва победи, а затем сражайся». Эта точная древняя мудрость во многом перекликается с идеей использования подводного флота. Государство, способное всегда обеспечить свои интересы скрытой боевой угрозой из-под воды, уже победитель в политических сражениях. Вот почему Россия создавала и будет создавать для своего флота уникальные подводные корабли, оснащенные самым современным оружием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok